Да, но на этом турнире при всем при этом просто показывают достаточно симпатичную игру и в общем-то в матче против такого фаворита можно даже за них немножко потопить, поболеть. И что еще бы я, наверное, пожалуй отметил, это не так много команд пикают, выбирают своей картой Dust2, это тоже интересно. Здесь Vitality должны показать, знаешь, какой-то вот такой максимальный уровень в обороне и огромное количество фишечек и тактик в атаке. Кстати, из примеров из СНГ, ну вот есть одна команда, которая позволяет себе выбирать карту Dust2 как свою, это WinStrike. WinStrike, да. Очень часто, ну там опять-таки же все отталкивается от того, что выбор карты WinStrike не такой уж и широкий. Да, пул может быть немножко страдает. Итак, пистолетный раунд на втором D-Dust. Давайте смотреть, что придумает Vitality в защите. Зиву на зигзаге пытается агрессировать. Кстати, будут взаимодействовать под флешку тиммейтов. Да, ну это, я так понимаю, просто чек. Это прилетел молотов на зиг, делает выпад игрок команды Vitality. Тут же размен. Он успел забрать и киндера. Ну могут дальше пойти в зиг. 4 в 4 ситуация. Да, на пункте по-прежнему только два игрока. У Vitality помощь особо не торопится, хотя на контровском спаунде уже есть Apex. Орешек спешит на помощь. Кстати, как-то быстро реагирует им Vitality. Прям уверен, что это заход на базу. Отличная работа от RPK. Однако сразу же размен. И вот он, киндзор. Вот она отличная работа. 3 в 2 ситуация. Apex и NBK будут играть на ретейке. Да, ветераны команды Vitality постараются оформить это выбивание. Но будет сделать это очень непросто. Хотя, глядя на количество здоровья просто, шансы по-прежнему остаются. Даже дефискиты есть у Apex. И это хорошие новости для Vitality. Ощущение такое, что решили сплетануться. И вот здесь вопрос, насколько это оправдано. Айван. Слишком легко было для него. Отличная стрельба от Ивана. И тут же киндзор делает заключительный фраг. Ну, ты знаешь, хорошо. Хорошее начало для простой и хорошее начало для интриги. Очень хорошее начало. В первую очередь стоит отметить киндзора, который сделал квадрокилл. Вот знаешь, на протяжении всего группового этапа, ну, про стадию плей-оффа говорить еще рано, киндзор выглядел, ну, откровенно скажем, не самым лучшим образом. Но в матче плей-офф начинает действительно бодро. Квадрокилл, и это хорошее начало. Огромный плюс по морали получил. И, надеюсь, продолжит в том же духе. Ну, и, возможно, удивит абсолютно всех. А в первую очередь Vitality. А команда Vitality тебя сейчас удивляет? Ну, традиционно для французов. Форсированная закупка, два скаута, две ЦЗшки по 250. Нет. Нет, не удивили. Не удивили. Ну, отлично. Здесь у нас засада на плейнте. Пока играет просто достаточно медленно. Контроль от middle. Ну, вот вопрос в том, куда идти. Здесь можно использовать сплит на B или же просто попробовать зайти через шорт на базу A. Да, действительно, интересное и непростое решение для Pro100, понимая возможность агрессивных действий в исполнении Vitality. Ну, кстати, вот опять все тот же киндзор, начиная в центре фрага, сбривает Зиву со скаутом. Ну, вот 2D-шечку как прочекают. Это что было? Врыв под флешку, которая не взорвалась? Очень странно это выглядело. Действительно, Team Vitality как-то совсем... Буквально секунды им не хватило терпения для того, чтобы реализовать этот буст. Но это закончилось печально для них. Итак, все в руках NBK, а в нижней тэшке на ступеньках против троих, а то и четверых игроков Pro100 даже с одним не справляются. Ну и, по сути, Pro100 должны подчистую закрывать Vitality в этом раунде. Мне эта игра уже начинает нравиться. Ну, да, не самое такое однозначное начало, особенно с учетом коэффициентов. Это да! 4-5 буханочек тут просматривается очень даже неплохо. Может быть, даже в конечном итоге еще и булочка с маком заедет. Ну, это было бы очень кстати. Итак, Apex последний. Орешек со скаутом в руках в больших песках, как в больших песках. В той самой яме. В той самой яме роковой легендарной. Да. Особенно... Особенно... Со мной частенько связывают эту позицию. Но, опять-таки... Но не ты за нее отвечал. Давай будем честными. Не я один должен был ее проверять. Ну, да. Итак, 2-0. Действительно, хорошее начало для Pro100. Взяли пистолетку. На форсированные закупки команды Vitality не потеряли ни одного девайса. Это то, что позволит укрепить экономику украинскому коллективу. Но и выйти на счет 3-0. С учетом того, что у Vitality только USP Tactical в этом раунде. Да, ну, кстати, есть одна флешка. Тут даже может быть какая-то комбинация. Это будет врыв через шорт, я так понимаю, из центра карты. Под флешку французы здесь, видимо, будут сейчас исполнять такой... Называется это тайминговый врыв, в общем, под флешку. Смотрим. По-моему, он прочекал прыжком в Зиву. Да, просто убойные позиции. Здесь, в общем-то, можно начинать работать. Да, вот настал момент для флешки. Но пока что парни не торопятся. Я про команду Vitality. Они ждут каких-то более контактных позиций со стороны Pro100. А уже после этого... Кстати, у кого она в руках? Это RPK. А где у нас находится RPK? Вот она флешка, и вот он в врыве. А там никого нет. Ну, вот как раз-таки не самые лучшие тайминги. И насколько аккуратно действует Pro100 в этом раунде. Кензор. Шаги от того, чтобы сделать, это, по-моему, пятый или шестой фраг для него на втором додасте. Ну, а дальше пошла основная работа от практически всего коллектива Pro100. Ну, а Зиву сделал фраг на платформе. Его тут же разменяли. И сейчас вот может удивиться, на самом деле, Кензор. Ну, что Алекс мы увидим уже на респауне. Нет, Кензор все-таки законтролил своего оппонента. Также делает фраг еще и Екиндер. Он ближе к коробке сделал этот минус. Ну, и последний у нас Апекс. В общем-то, это 3-0 для Pro100. Смотрим сейчас на закуп от Vitality. И, конечно же, нужно обратить внимание на Зиву, который будет играть, вероятно, со снайперской винтовкой. Да и экономика вот Pro100 делает действительно очень сильное. После таких успешных раундов простошники сумели максимально стабилизировать экономическую составляющую. Ну, и не испытывают в этом плане никаких проблем. Если бы ты сейчас был тренером команды Pro100, какой бы ты раунд посоветовал сыграть? Ну, навскидку так. Есть же какой-то... Не торопиться однозначно. Если бы были хорошие респауны на длину, однозначно я бы приказал Аркаде туда. Но, по ходу, их нет. Да, пока вот по ощущениям просто разыгрывают дефолт. Ну, позиции довольно закрытые, можно так сказать. Ну, единственное, что вот, да, отметим и Кензора, который подошел, вышел из нижней тэшки и сейчас уже накидывает там гранаты на центре карты. Ну, и Виталити расположение у них 2-1-2, полная отдача медла. Однако позиция Алекса на подсадке на КТ РСП как раз таки говорит о том, что все-таки Виталити держит в уме то, что Pro100 могут выйти на центр карты. Я бы даже сказал, побаиваются эту позицию. Действительно, первооружейным возможно, что будут действовать именно в этом направлении простошники. Итак, попытка занятия зигзага. Здесь без проблем прогнали опорника Апуанта с этой позиции ребята из Pro100. Ну и готовят свою раскидку. Зива у нас на машине. Это было неплохо, это было неплохо. Это первый фраг для команды Тим Виталити. Также попытка выхода в мидл. Здесь Алекс. Все спокойно, все чисто и красиво от команды Виталити. Делает фраг Алекс еще один. Правда, есть ответ, но тут же Апекс подстраховывает. Здесь команда Виталити была просто на шаг впереди своих оппонентов. Ну, знаешь, как-то не до конца понятно мне выглядела атака. Деф в одиночку пытался выйти зигзага, за что был наказан снайпером команды Виталити. Ну, а потом выход в центр опять-таки же без раскидки. Pro100 имели огромное количество гранат, но почему-то забыли, что ими можно распорядиться грамотно и без таких проблем преодолевать выходы на опасные позиции подконтрольные команды Виталити. Там выход под флешку на лонг, здесь RPK. Подсмок уже внедрился ближе к коробке. И там нет возможности разменять сразу же два игрока команды Pro100, которые попытались в начальном, в раннем тайминге занять длину. Погибли и все. То, в общем-то, для Pro100 сейчас ситуация крайне сложная. Заготовочка от Виталити продолжает работать. Ну как, это не от Виталити, а вот та самая мета, о которой мы частенько упомянули, упоминали. Четыре Ауга, снайперская винтовка, это то, что пока что просто преодолеть не могут. Виталики плотно сели в защите и не пропускают простошников на эти выходы. Своими-то Аугами. Четыре Ауга, действительно, снайперская винтовка от Зиву. Ну и, Алекс, смотри, вот какая дисциплина от Виталити. Вообще никто никуда не лезет, не поджимает. Спокойно просто играют на время. Понимают, что сейчас как раз-таки у них есть отличная возможность взять второй раунд. И просто денег-то дальше... Ну, неоднозначно там все будет. В общем-то, видим, что просто попробует, по крайней мере, фейкануть под базой Б, кинули непонятный смок. И, видимо, пойдет все-таки перетяжка ближе к Екендару, который сейчас попробует открыться через платформу. Кстати, мне нравится, как стоит диффенс у команды Виталити. Очень такие, знаешь, закрытые и аккуратные позиции. По сути, они отдают огромное пространство на карте просторшникам, но при этом выйти на один из плантов или даже в центр карты будет невероятно сложно. Смотри, такое ощущение, что они даже согласны с тем, что просто сейчас бомбу поставят, хотя ситуация 5 в 2. Неужели дадут это сделать? Итак, ДФ. Установка бомбы. Айвана не отпустили. Ну, вот опять-таки же. Стоило ли этого, да? Да. 2 в 5 ситуации, ну, по сути, могли не отдавать. Но есть и плюсы. Они никого не потеряли. Разминировали бомбу, забрали очередной раунд. Но при этом просто с большой вероятностью будут еще раз закупаться. Слушай, возможно, настало то самое время, когда французы будут играть дисциплинированно. Почему бы и нет? Ну, потому что, опять же, кик хэппи мне говорит о том, что именно проблема была с дисциплиной. Что, знаешь, вот он как капитан, видимо, что-то, знаешь, не отвечает, не соответствует. Так, ну вот он бай, короче, то, о чем мы говорили. В общем-то, дали поставить бомбу и сейчас просто могут купить. Так, Орешек продолжает унижать Простошникова на центре карты. Есть минус. Дефа забрал. Правда, вот о том, что прокрался Фварич, неужели знал Орешек? Да, знал, но справиться с ним не сумел. Занятая база Б. Ситуация 4 в 3. Проблема у Кинзора. Есть минус. Алекса продавил, но дальше будет размен от РПК. Довольно динамично смотрится этот раунд в исполнении просто. Они сейчас имеют хорошее преимущество. 3 в 2. Занята база Б. И, ну, Виталитке будет тяжело здесь. Да, ну, вот, знаешь, присутствие Зивы немного пугает, наверное, ребята с Просто. Но, глядя на то, что происходит, Простошников можно поздравить. Они забирают четвертый раунд, а вот будет попытка агрессивного сейва, насколько я понимаю. Да, это именно, собственно, это так и называется, экзит фраги. И они понимают, видимо, какая экономика у Просто. А Просто-то, да, раунд возьмут. Но сейчас мы посмотрим на деньги. Смотри, вот сейчас еще один килл и, возможно, еще один килл. Смотри. То есть, на самом деле, вот этот мув, конкретно сейчас эти два фрага, они очень сильно могут поломать игру просто в будущем. Но, в любом случае, отметим, все-таки позитив. Четвертый раунд просто взяли. И Виталити сейчас будут закупаться. И, видимо, это будут их последние деньги. Кстати, глядя на статистику НБК, вот у кого-у кого, а у Натана пока что дела крайне плохо обстоят. За шесть сыгранных раундов НБК не сделал ни одного фрага, при этом даже не ассистировал своим тиммейтам. Была возможность только что включиться у НБК, и при обороне базы Б он не то чтобы ошибся, но, по крайней мере, не сыграл. Перестрелку проиграл. С большой вероятностью. Итак, три игрока на базе Б, два на длине у Виталити. Интересная задумочка. Просто в этом раунде торопиться не собираются. Если в прошлом мы видели быстрый выход на центр карты и сплит-выход на базу Б, то в этом простошники отдают инициативу своему сопернику и говорят, ребята, окей, мы опять-таки же меняем скорость своей атаки. Точно могу сказать, что играют просто грамотно, и мне это нравится. Вот темп игры, понимание того, что нужно делать, и разнообразность, да? То есть разнообразие, когда мы выходим на длину, когда мы играем через шорт, да? Тот раунд, который они проиграли, он был непонятным, да? Но было движение шорт Б, то есть, в общем-то, просто атакуют довольно широко. Ну, кстати, как ты и отмечал, экономически очень слаба сейчас команда Pro100. Денег нет в случае поражения в этом раунде. И с большой вероятностью это будет полный ресет и, кстати, два экономических подряд. Ну, раскид нужно сейчас использовать максимально, потому что мы видим, что есть три дыма, есть молотов, есть много флешек. И по позициям у Pro100 просматривается вообще сплит-выход на базу А. Но, однако, бомба у Айвана, он идет на Б, а здесь интересно. Виталики поджимают Т-шку. Так, вот это провал Орешек, куда-то побежал. Ой-ой-ой-ой-ой! Это 0-0-5, это зеленый свет на базу Б, ну, по крайней мере, так думают Pro100. Но здесь есть еще Алекс. Алекс есть первый, есть второй, но вот на третьего силенок не хватило. Два в три. Рабочий момент для Виталики. Да, Алекс еще и слишком много здесь урона нанес команде Pro100. Ну, знаешь, показалось, что вот этот своевременный поджим базы Б, он очень кстати. Но то, как действовали Апекс с НБК, ну, заслуживало отдельной похвалы, в кавычках, конечно же. Да, это вопрос. Ну, смотрите, Виталики уходят на сейф, они не будут выбивать, просто берут пятый раунд. Ну, игра, игра у нас становится все острее, острее. И у Виталики, я не могу сказать, что проблемы, или там что-то они делают такое прям криминально неправильно, или что-то такое вот совсем плохое, но пока просто их просто переигрывают. Да, именно так. И вспоминай, что мы говорили до старта второго дедаста, что вот карта ДАС-2, как выбор Виталики, он очень неоднозначный. И просто это доказывает, что с французами на этой локации действительно можно играть, по крайней мере, вот исходя из того, что мы увидели за семь сыгранных раундов. Как минимум, просто для просто это рабочая карта, и здесь они, даже если Виталики пикают эту карту, просто нет, у них нет дискомфорта. Это, кстати, сейчас видно, это просматривается по игре, настрой максимальный, мне нравится то, в каком темпе играет просто. Ну, а Виталики вот своими сейвами все еще держат экономику в тонусе. Это, опять же, видим мы хороший бай, много гранат, 4 ауга и снайперская винтовка. И опять-таки же отмечаем неторопливость простошника. Вот если Сергей Бижанов неоднократно упоминал в нашей аналитике, что на втором дедасте очень многое зависит от длины, то просто эту позицию, ну, они как-то ее дают без боя. Хотите, забирайте, не хотите, она нам пока что не нужна. У нас все под контролем, мы играем в свой медленный, вязкий контерстрайк, и это то, с чем справиться французы пока что не могут. Дзор тут шумит в медлене, но на самом деле там просто-то готовят выход на лонг, бомба находится именно там, времени у нас осталось практически минута, и неужели это будет такой вот прямолинейный простой выход, отрезает смоками потенциальных соперников, которые могут быть на длине, и просто, ну, всем своим видом показывают, что они уже там. Ну, кстати, красивый раунд, единственный косяк, там нет никого. Да, это точно, это не очень приятно. Но если бы там кто-то был, действительно, этим ребятам я бы не позавидовал. Ну что, 5 в 5 ситуация, 45 секунд до конца этого раунда, кинзор на зигзаге, четверка простошников попытается пронести бомбу по длине, а здесь агрессия, но Алексу удается сделать размян. Ну, было близко, и начинается проход через длину, откидывают гранаты Виталити, первый врывается и киндер на плент, делает один фраг, нужен еще саппорт, где же халпа? Падает, в итоге Алексу зиму, и Апекс погибает, НПК все еще без фрагов, может уходить на сейв. Ну, вот знаешь, это тот момент, когда Натан постарается подловить кого-то на агрессии и сделать тот самый, возможно, важный и нужный первый фраг. Да, получилось, прострелом сквозь машину забирает Фварича, а один против двоих, ну вот рискнет ли капитан? С почином, с почином, Натан, но вот действительно... А есть ли смысл вообще? Ситуация близка, ну... Ну, это где-то 90 на 10. Я даже, ну, даже 10% многовато. Бомба стоит под лонг, нет? Да, ну сейчас уже Натан понял, что нужно уходить, попытался еще сделать экзит-фраг, у него это, к слову, получилось. Два фрага в, конечно, в итоге для Натана Шмидта, это шестой для просто. 3% здоровья после перестрелки с Фваричем. Действительно, Энбике в этом моменте повезло. Слушай, может быть, настало время уже нажать паузу и поговорить? Ну, с другой стороны, есть вероятность, что Виталий идти на буткемпе. Я думаю, что, как и многие сейчас в Европе, они готовятся к мейджору. Кстати, вот еще момент по поводу тайм-аутов. Знаешь, вот, по сути, эта опция необходима команде, которой нужно как-то встряхнуться. Потому что тренер имеет доступ к тимспику игроков. Он может общаться с ними на протяжении раунда. И особого вмешательства, ну, вот этого точного, ну, наверное, это крайне редко необходимо. Но вот тот случай, наверное, уже для Виталия Тиностал, потому что дела однозначно идут очень плохо. Тут еще, знаешь, вот не исключено то, что команда-то опытная. Здесь при наличии RPK, NBK, Apex, людей, которые прекрасно понимают, как себя вести в стрессовых ситуациях. Знаешь, вот может быть просто спокойное общение, а-ля, ребят, ну, все нормально, ну, там мы не приняли это. Мы все знаем, мы знаем все свои там ошибки и косяки. И опять же, если возвращаться к анализу, их нет. Ошибок, косяков-то нет у Виталии. Они ничего не делают криминального. То есть, в общем-то, можно сказать, что да, счет 2-6. Но игра здесь пока, ну, мы видим, что просто впереди. И мы понимаем, что потенциал у Виталити все равно никуда не денется. И они все равно должны показать свою мощь, особенно на своем пике. Ну, кстати, вот на примере, если уже говорить о том, что могут проснуться Виталити в любой момент, стоит вспомнить, как играли B.I.G. на втором дедасте. Действительно, в какой-то момент казалось, что спириты должны закрывать. Так, у нас заход. И тут серия разменов. Зиму делал также фраг вместе с Аликсом. А вот это было важно. И Киндер перестреливает РПК, при этом остается красный. А ведь РПК мог, ну, практически выровнять ситуацию на карте. Вернемся к обсуждению. Да, что вот по примеру команды B.I.G. точно так же Виталити могут включиться в любой момент. Действительно, скилла и опыта у этих игроков, особенно стрелковых качеств, если не забывать про Зиву, более чем достаточно у Виталити. Главное — это сделать своевременно. Ну, пока мы не видим особо там найтмарной игры от Зиву. Он делает свои какие-то рабочие фраги. То есть, условно, на позиции он стабильно делает минус. Возможно, там его разменивают. Но, опять же, игра не про фраги. Мы видим, как действует просто. А просто действует разнообразно. И что вот самое, наверное, главное и важное, чтобы я подчеркнул, нет суеты. Абсолютно спокойно. Команда полностью оценивает ситуацию и красиво исполняет. Я здесь полностью соглашусь. Действительно, вот то, что ты говоришь по поводу найтмарных каких-то фрагов от Зиву, это где-то огромная заслуга команды Pro100. То, как они распоряжаются гранатами, то, как выходят на размены, и то, как не дают возможности французу проявить свои самые сильные качества. Похоже на дефолтик сейчас от Pro100. Два игрока под B, два игрока под A. И один стоит все еще на респауне с бомбой. Это Айвон, штатный снайпер команды Pro100. Ну и Vitality продолжает играть без медла. В основном они играют либо 3-2, либо 2-1-2. То есть человек тоже, который на респауне, либо подсажен, либо просто играет пассивно. Тем, Vitality не видит проблемы в том, что они играют закрыто. А, в общем-то, я и скажу, что и проблем это не проблема. Потому что Pro100 там тоже, по большому счету, за 10 раундов лишь один раз вышли в центр карты. Ну, по сути, Pro100 играют так, как у них получается. Ничего особо не меняется. Они никуда не торопятся. Они ждут поджим с длины, ждут поджим с базы B. При этом работают на центре карты, прогоняют зигзаг. У них огромная платформа для действий. И после этого, вот определившись, они выходят на один из плантов. Очень четко сейчас Зиг отбили. Да, обратил внимание. Два игрока у нас было на платформе. Простошники кинули сюда молотов. И таким образом французы вынуждены были поменять позицию. Мы видим, что они просто отдали базуа. А Pro100 как раз таки собирается выходить именно на эту точку. Ну что, настал тот час, когда кто-то из опорников Аплента должен проявить себя с лучшей стороны. Итак, Зивус ВП есть первый минус. И тут же размен. Моментальный размен от дефа. Это 4 в 4 занятая база А. С большой вероятностью установленная бомба. И серьезные проблемы для Виталити в очередном раунде. Красивый заход. Сейчас есть для Pro100 одна очень неприятная новость. Это наличие РПК в яме. И Фларич ждет его. Минус РПК. 7-2. 2 в 4. Pro100 просто разваливает команду Тим Виталити. На их же карте. На их же карте. Итак, НБК последний против четверых. Что творит команда Pro100? Но тут больше вопрос к Виталити. Вы знаешь, в какой-то момент парни должны играть более агрессивно. Но к Pro100 не подобраться. У них закрытые позиции. У них один сидит по длиной и ждет аркаду. Другой сидит под базой Б в туннеле, ждет аркаду. И троица очень аккуратно и четко работает по центру карты. У Виталити пока что нет ключа к этим атакам. Они не знают, как их остановить. Слушай, ну, наверное, надо добавить перца в игру Виталити, чтобы они хоть как-то начали двигаться и, может быть, просто побегать, постреляться. Потому что мы видим, что действительно игра складывается так, как-то очень стратежно для Виталити. Она идет по плану Pro100. Да. Просто отдали инициативу и, ну, по сути, им ничего не надо делать. Виталити играет аккуратно. Они думают, блин, мы не будем лезть, зачем нам лезть на рожон? Это наша карта, нам надо показывать сильные стороны. А про что показывают рабочие раунды, которые получаются? Браво, Сеня. При том, конечно, согласись, что, ну, мы не видим каких-то овер-стратегий там суперсложных. Простые, но четкие раунды. Да, и все работает. Знаешь, все соответствует названию команды. Pro100. Просто раунд. Который работает. Итак, пять диглов у Виталити. Попытка поджима базы B. NBK проигрывает перестрелку Кинзору. Кстати, вот опять-таки же, возвращаясь к Кинзору. Человека, которого не хватало на протяжении всего группового этапа простошникам. Вот он убивает. И посмотри, как при этом уверенно действует простошник. И Киндер выход на длину. Сбревает Зиву и РПК. Казалось бы, парочка корников длины. Казалось бы, Юра, пацки даже патроны не попали. Да, потому что четко под флешки идеально работают просто. Четко, четко. Тут вопросов нет. Просто будут проходить сейчас через длину. А, возможно, еще выдержат небольшую паузу. Подождут как раз-таки вот тех поджимов, которые мы видим от Алекса. Апекс, в свою очередь, стоит на базе А. Ну и Pro100 двигается активно на тот же самый Пленд. Перестреливает Кензор. Неужели этот раунд будет просто без фрага? Пять диглов, эффективности ноль. Головешка залетела от Апекса. Это было красиво, но неэффективно. Ну, знаешь, топ-фрагер, если бы без фрага ушел, он бы не орехом был. Он бы не был бы топ-фрагером. Итак, не забывайте про промокоды. Переписываем. Заходим на сайт vplay.tv. Вводим и участвуем в розыгрыше. Ножа, если я не ошибаюсь, это бабочка. Сегодня вроде... Но бабочка завтра. А сегодня вроде как три ножа с лезвием крюк. Если я не ошибаюсь, Леха сегодня три этих ножа разыграл. А, уже разыграл? Да. Скорее всего, завтра будет бабочка. А. То есть... А что-то... Тогда еще в какой-то один день... Это может быть какой-то супер-приз. Это может быть автомобиль. ВАЗ 21.093. И я думаю, что если... Алексей Уха Якубович. Посмотри, как поменялись коэффициенты. ЕСБТ переобулся. 1.35. Конечно. Конечно. Посмотри на игру. Кто бы здесь не переобулся. Но ты не забывай, что Виталити это та команда, которая может закомбейсить во второй половине. Правда, двух раундов... Два калаша Азимов нам подсказывают. Спасибо большое. Самый красивый. Ну, вот из АК последних, после Императрицы, это, наверное, мой топ-2. Нет, на самом деле, ну, вот МК Азимов, а ВП Азимов не заходили. Ну, АК как-то... Классный! Или слишком много Азимовых, да, наверное? Это дело вкуса, да. Так, у нас тут решили просто сыграть довольно быстро. Уже потеряли игрока на Ланге и на платформе на базе. А вопрос зачем? Вот стоило ли этого? Вот, действительно, все же получалось. Медленно, уверенно, просто забирали раунд за раундом. И как только попытались сыграть быстро, моментально за это были наказаны. Не знаю, не знаю. Ну, опять-таки же, это тот самый рваный темп, который пытались применить просто. Но в этом раунде он пока что не работает. Правда, Кензор уже разменялся. На зигзаге забирает Алекса. Британец погибает и оставляет четверку французов против троицы просто. Сейчас нужно смотреть на длину. Какой пробу Гатайвана. Гатайвана и сразу же минус отзыву. Вот это да. В Аф-4 сейчас будет тяжело. И Виталити, кстати, по всему, да, забирает третий раунд. Ну, я не знаю, можно ли говорить о том, что просто запушили и поэтому проиграли. Мы имеем на это право. Ну, потому что, как бы, да, у нас все получалось. Стоило ли играть агрессивно? Возможно, решили как-то разнообразить игру и подумали о том, что Виталити тоже должны подстраиваться. Но это не точно. Опять же, мы можем только догадываться и предполагать. В любом случае, просто проиграли раунд, но у них есть хороший байк. Да, но денежки-то заканчиваются до конца первополовины еще. Ну, два раунда, в которых просто придется закупаться. Этот мы не считаем. У них есть полная оружейная закупка. 4К47 и снайперская винтовка. У Виталити что-то наконец-то поменялось. Появление второй ВВП на базе БМ. Все остальное стабильно. Ауги, ауги и еще раз ауги. Ну, и еще раз закрытая оборона. Once again. То есть тут Алекс играет, мы видим, на респауне. Но, опять же, этот человек очень легко изолируется одним смоком. Так, попытка поджима отзива верхней тэшки. И это минус и киндер. Неплохо. Ну, вот такое ощущение, что Team Vitality просто знает, что у них всегда один люркер под веб. Поэтому решили поджать в этот момент выход на платформу. И все-таки, все-таки Кензер пристреливает своего оппонента. Можно дальше двигаться внутрь Аплента. Ну, знаешь, не побоялись парни побежать в коктейль Молотова. Конечно, подгорели. Это видно по количеству здоровья просто. Но вот все же Аплент уходит в их актив. Осталось установить бомбу и постараться ее удержать. Интересно будет посмотреть за выбиванием Vitality. Да, и тут очень тонкая экономика. Дело в том, что у Vitality. Ну, в том плане, что если раунд они проиграют, или даже если выиграют, но потеряют много девайсов, дальше будет тяжело. Ну, это самый, что ни на есть реальный шанс, ресетнуть экономику Vitality. Итак, выбивание пошло. Максимальное количество гранат. Апекс делает первый минус. Айвана забрал. Алекс еще одного хоронит. Ну, просто идеально. Как-то без шансов. А бомба? Бомба на жину. А смог есть. Ну, здесь будет тяжело. Тяжело, тяжело, тяжело. Очень тяжело будет Саричу. Ой, он в итоге погибает. Это четвертый раунд для Team Vitality. Вроде как не знают. Какие у нас есть основные вопросы к простоу в этом раунде? Что пошло не так в постплан ситуации? Ну, тяжелый вопрос. Вот тут, наверное, стоит похвалить действия французов. Да. Вот своевременный поджим базы B. Опять-таки же смещение снайпера на B-плэнд. Зива был хорош. Забрал и Киндера. Отрезал вот как раз-таки люркера команды Pro 100. А дальше вот выбивание состоялось просто великолепно. Согласен. Но, видимо, установленная бомба отложила экономические проблемы Pro 100 до следующего раунда. Сейчас у них 4 АК 47 и АВП. И если, в общем-то, раунд этот проиграют, то дальше у Vitality открыт выход абсолютно спокойно. Они могут забрать 6 раундов. Потому как у Pro 100 просто, просто у Pro 100, да, вы понимаете, денег может не быть. Тавтология, но красиво. Да. Итак, что в этом раунде покажет нам команда под руководством Арсения Треноженко? Так, ну вроде контроль мидла сейчас за атакой. И, в общем-то, Vitality решили дальше не проявлять агрессию на центре карты. Но, заметь, вот опять-таки же, глядя на карту, они вернулись к стандартной схеме, которая работала. Да, выбивание зига прежде всего. У нас, по-моему, не было, да, у Pro 100 вообще выхода позднего на B. Ну, то есть, это, возможно, вообще выход на B был чуть ли не один раз за всю атаку. Вот тот самый сплит B. А сейчас интересно, вот смотри, они фейкуют. То есть это фейк выход на мидл. Видишь, где бомба? СВП попадает по Зиву, но это прострел или попадает в ногу. Ну, а дальше молодой. Уже было понятно, если АВП в воротах, там нет смысла туда дальше идти. Ну, после того, как Айван попал в ногу, наверное, ну, испытывал некие надежды Кинзор. Но, опять-таки же, Зива был максимально внимательный, ну и, конечно же, хорош. Смотри, здесь ультимативная буквально позиция от Team Vitality. Падает на респаун деф, перестреливает Зиву. Это интересно. Ясно, НБК потерялся, так все равно сделал минус по дефу и тут же отличный выстрел по Якендару. Ну и последний у нас флориш также погибает. Пятый раунд для Vitality. Смотрим на деньги просто. На их отсутствие. Это самый большой, да, вопрос. Ну, два АК-47 будет, это уже позитив. Кстати, вот стоит отметить шикарную работу снайперов в прошлом раунде у Vitality. Два минуса от Зиву, три от НБК. И тем самым французы закрыли пятый для себя раунд за сторону контртеррористов. Кстати, вот тот самый момент, о котором мы говорили. Вот Vitality должны были проснуться. Да. Самое страшное, что их разбудили просто. И самое обидное. Хорошая метафора. Так и есть. Так и есть. Ну, ты знаешь, уже, наверное, можно говорить о каком-то максимуме для просто. Я бы, если бы мне сказали, что они возьмут в первой половине 9 в атаке, я бы засомневался. За атаком все равно, ребята, молодцы. Сейчас открывается на АЗИГе команда Pro100. Отличное начало. Можно дальше попробовать зайти на базу А. РПК делает фраг по кинзору. Атака захлебнулась. Так, а вот там задергали опорника БПЛНТА. Под флешку попытаются продавить Зиву. Как же своевременно приходит Абекс на помощь. Здесь нельзя было, конечно, без смока выходить. Смок все-таки будет, но поздний. И что теперь? 3 в 3 ситуация. Есть красный игрок команды Pro100. Это капитан Деф. Ну и что дальше? Ну, есть время разыграть. Как минимум попробовать как-то уйти, знаешь, в такой длительный загул. 2 вп, АУК. Огромное количество гранатов французов. Вот как все это будет проходить. Это шанс. Ой-ой-ой. НБК. Будет ли второй минус? Походу будет. Как же хорош здесь Натан. Фларичу нужно подключить скорость. Кстати, очень нравится, как действует Деф. Он просто отморозился. Ждал экшена как раз-таки от Фларича, но не дождался. Два вп на ретейке. Это очень сложно. Куда полез НБК? Очень странное решение. Я с тобой полностью согласен. Немножечко поторопился здесь Натан. Но в любом случае, главное, наверное, ну не звезда, но бомбардир так точно. Команда Виталити уже делает фраг по Фларичу. А вот вопрос, стоило ли подставляться. В любом случае, Деф исправляет эту ситуацию. Команда Pro100 забирает десятый раунд. Но тут была близкость. Зиву, в общем-то, мог и потом дать такой же красивый флик на Апленд и забрать. Кстати, заметь, раунд забрал тот самый Деф, который был красный где-то середины последнего раунда первой половины. Отыграл он грамотно. Вот к Фларичу у меня вопрос. Он все-таки поторопился на длине. У них был очень выгодный и очень хороший кроссфайр. То есть не было предпосылок к тому, чтобы открываться на КТРС. А оставлять красного Дефа, ну это было вообще максимально страшно. Но благо Деф, действуя с позиции Сивы, проявил инициативу и забрал Зиву на контровском спауне. Ну что же, 10-5 на карте Виталити. Преимущество в 5 раундов для Pro100. Это действительно хороший показатель. Осталось зацепиться за пистолетный раунд. Ну а дальше можно тащить и ошарашить Виталиков. Ну, наверное, чтобы ошарашить, для начала стоит взять пистолетный. Чтобы так совсем-совсем ошарашить. Хотя, с другой стороны, тут вопрос даже не в пистолетном в целом. А как у тебя будут складываться ближайшие 3-4 раунда после взятого либо залитого пистолетного? Потому что если игра не пойдет, а потом или, не дай бог, возьмут один раунд, а потом их ресетнут, тут Виталити, как опытная команда, она в атаке может просто раскатать. То есть делать то же самое, что Pro100, только чуть красивее, чуть быстрее. Быстрее, да. И более, знаешь, показать больше вариативности. Потому что все-таки при всем уважении, мы с тобой об этом говорили, Pro100 все-таки, хотя было ощущение, что играют широко, но в конечном итоге все наши финальные выходы, они были достаточно прямолинейными. То есть и через платформу, и через лонг. Поэтому тут еще, конечно, ну, в любом случае понимают Pro100 прекрасно, какой соперник у них. Ну, кстати, вот если вспоминать, то вот ты абсолютно прав. Во-первых, все атаки были на базу А, и, если не ошибаюсь, там дважды это было с длиной, и все остальные разы через зигзаг. Да. Сплит, выход на базу Б, раунд, который они взяли. Ну, и попытка выхода в мидов, когда Зиву похоронил двоих. Да. Но, кстати, в итоге раунд проиграли. Да. Ну, да, действительно, очень односторонне выглядела атака, тем не менее, результативно. Эффективно. Десять раундов при этом забрать, это действительно хороший показатель. Но здесь, опять-таки же, вопросы к Виталити. Они, наверное, были не готовы, что Pro100 вот настолько серьезно. Вот есть такое словечко. Измором, знаешь, больше брали Pro100. Возможно. Вот долго сидели, не выходили. И как только начали добавлять скоростях, вот тут французы уже были хороши. Попытки быстрого выхода на длину, ну, останавливались без каких-либо шансов. Ну, что, смотрим. Сейчас в обороне будет играть Pro100. Виталити очень серьезно настроены на этот пистолетный раунд. У них два набора. Быстрый выход на длину. Там никого нет у простошников. И они очень быстро занимают Зиг. Делают выпад на центр карты. Вот интересно, как дальше будут действовать. Вот ждал я, возможно, дальнейшей агрессии прохода в направлении центра карты. Но нет, просто остановились на зигзаге и ждут появления французов на центре. Но у французов есть уже свой план. Ну да, это раскидка. Это проход просто через лонг. Два дыма, две флешки. Этого будет более чем достаточно, чтобы качественно преодолеть подъем и установить бомбу. Так, ну ретейк в любом случае мы будем наблюдать. Есть щипчики у команды Pro100. Фларич дает информацию, что это выход на ребята. Давайте соберемся вместе. И оденем, в общем-то, красивые костюмы. Пойдем на эту вечеринку. Кстати, есть еще один смачок. Вот интересно, как его будут применять. Однозначно это будет дым на бомбу. Но вот бомба непростая. Бомба на длину. И время сейчас играет против Pro100. Благо есть дфюскиты. Это хорошие новости для простошников. Но, опять-таки же, затягивать не стоит. Вот он смог. Начинается выход через платформу. Там на спуске как минимум два игрока. Есть информация для просто, они прекрасно об этом понимают. Пытается переследовать своих абонентов. Есть размен. Нужно дальше двигаться, потому что времени все меньше и меньше. Это позиция была неожиданной. Как же четко реализован перекрестный огонь. Два на гусе. Один на спуске. Один, ну, можно сказать, на старом кармане. Ближе к машине. И в итоге Виталити забирает шестой раунд для себя. В том, если я вот не ошибаюсь, уже какой отдаст подряд смотрю, команды очень часто любят отдавать аплэнд и потом делать ретейк. И ощущение было таким, что Виталити просто понимали, как будет складываться раунд, что будут делать про 100 именно с точки зрения ретейка. И просто разыграли исключительно тот набор, который у них был. Зашли через длину и разыграли, опять же, красиво свои позиции. Так, ну что, это будет попытка выхода на базу Б, а здесь дробовик. Айван, есть первый минус, забрал РПК, но Апекс отвечает. Кинзор. Что? Так как он это делает? 3% здоровья, 2 хедшота, залетает по Апексу и Аликсу. Но бесстрашно, Зиву решила в этом моменте. Выпрыгнул со смока, похоронил опорника базы Б. В итоге 2 в 2 ситуация. Два дегла. Деф и Фларич против НБК и Зиву. Деф через окно, смок в дверь. Фларич пытается, ну, пытается это, даже нельзя назвать попыткой. Просто сделал выстрел через смок, пришел в итоге деф. В тэшечку, я так понимаю, вот непонятен здесь план про 100. Потому что если пытаться взять раунд, то надо, наверное, активнее двигаться. И решили почему-то разделиться, это тоже вопрос. Вот фирменная позиция для Зиву. Вы знаешь, когда он здесь находится, забрать. Хотя вот тут что-то сомнение появляется. НБК прочекал тэшку. Фларич забирает Зиву. Серьезные проблемы у Натана. Так а куда нож? Успевает! Он заходит в дверь, он знает, что чел возле тэшки. Вы же видели информацию, вы же знаете. Он выходит, просто включает нож и разворачивается. Ну, вроде как успевает. Все хорошо. Да, должны забирать раунд просто. Вот это поворот. Казалось бы, деглы без дефьюз китов, без гранат. И они сумели оформить это выбивание. Только вот стоило сказать, что Зиву не проигрывает в этой позиции, как моментально Фларич отвесил эту плюху. Это было жестко. Это было жестко. Это было жестко, это было красиво, и это были пустынные орлы. А вот с этим решением от Виталити я бы поспорил, друзья. Очень поспорил бы. Можно спокойно было, комфортно сделать один экономический и закупиться в следующем. Лех, ну посмотри, что они сделали. Там есть один АК-47, но 2500, 3500, 1900. То есть ты думаешь, это такая тонкая задумка на следующий раунд? Это вот олдскульный вариант закупки от команды Na'Vi, когда просто покупаются два девайса и остальные проводят экономически. При этом раунд очень даже боеспособный. Не исключено. Но в центре карты сейчас находится Виталити. Обратите внимание на позиции Pro100. Они полностью отдают центр. Перестреливаться не будут. Растянуты на Апланте. Один на гусе, один на машине, один в яме. И два игрока на B. А вот теперь вот это интересненько, как здесь все будет складываться. По-моему, есть информация для Pro100 о том, что оппоненты вышли на центр карты. Ну и смотрим дальше за развитием событий. Ну вот тут главное не погибать игроку за машиной. Итак, NBK со скаутом немного пострадал, но раздобыл информацию о местонахождении игрока команды Pro100. Попытка прохода в окно. Кензор хоронит тарик. Ой-ой-ой, куда? А зачем он полез? Вот из двери только что вышел Иван. Он был неправ. И это могут быть проблемы. Нет, все-таки здесь справляется на пленте Кензор. Благо он подстраховывает своего тиммейта и дальше продолжает кошмарить Тэшку. Ну знаешь, как же просто играть команде Pro100, когда Кензор попадает. Вот Кензор сегодня молодец. Кензор отыгрывает на 100, а то и 200%. Итак, 2 в 3 ситуация. Красный NBK и Алекс с Гваком, который уже подобрал М-ку Кензора, попытаются установить бомбу на базе Б, но вот Фварич. Это позиция, которая не читается. Алекс, вся надежда на тебя, но нет, и Кендер его спокойно закрывает. 12-6. Двойное преимущество для Pro100. И опять-таки же интересное решение от Виталити. Айван, конечно, чуть-чуть не доиграл. Как бы у него, знаешь, у него не было предпосылок к тому, чтобы врываться на этот мидл. Его ситуация, она не обязывала это делать. Да, мог играть Сейвова и вообще бы без проблем забирали этот раунд. Да, сейчас посмотрим все-таки, что в итоге будут покупать французы. Ну, кстати, с большой вероятностью тайм-аут забрали именно Виталити, потому что действительно решение важное. Если закупиться и проиграть в этом раунде, то сыграть его, скажем так, не на максимум и проиграть, то с большой вероятностью просто будут готовы забрать второй Дедас и уже на карте Нюк оформить счет 2-0 и расписать сенсацию. Я даже не представляю, честно говоря. Ну, знаешь, от кого, от просто такой уверенной игры против Виталити я не ожидал. Ну, время покажет, насколько действительно это была уверенная игра от просто либо неуверенная от Виталити, но меня еще порадовало вот это вот нетипичное… То, что порадовало? Нет, это, конечно, конечный результат уже меня порадовал, взято Эко, но это нетипичный форс. Знаешь, то есть покупать форс и брать его на Дасте, то есть одно дело покупать, другое дело брать, потому что Эко взять в диффенсе достаточно сложно. Я понимаю, что это форс бай, но тем не менее. Ну, то, как сыграл Кинзор на базе В, вот, будучи красным, 3% здоровья, 2 головашота и, наверное, в этот момент Виталики немного испугались. Вот, ого! Что ты такое? Вопрос в том, как часто ты будешь действительно такое исполнять. Это действительно факт. Так, ну, закуп у нас это скаут, это ТЗшка. У Виталити счет 6-12. Они сейчас пытаются сушить игру, играть достаточно медленно, достаточно вязко. И тут, конечно, им предстоит достаточно, опять же, достаточно, повторюсь, прошу прощения, длинная дистанция. Нужно взять хотя бы, ну, 3 раунда для того, чтобы вернуться в эту игру. Ну, знаешь, если зацепиться за этот, ресет экономика про 100, а вот те 3 раунда, о которых ты говоришь, они будут уже максимально вероятны. Так и есть. Ну, пощупали там платформу, не платформу, а шорт Виталити, и решили все-таки оставить там НБК и перетягиваться в сторону базы B. Вот, кстати, то, что не делали про 100 в первой половине, попытаются реализовать ребята из Виталити. 40 секунд до конца этого раунда. Это четверка, четверка Виталика в ход базы B. И именно в эту дырку смотрят два игрока команды про 100. Ну, обязаны слева проверить. Нет, не проверили. Не проверили. И он не убил! Да как же так? Ну, что это такое? Вот, знаешь, мы хвалили Кензора за то, как он отыгрывал, наверное, ровно до этого момента. Ключевой, очень важный момент. Как не убил вообще, конечно. Очень обидно. Ну, в любом случае, Виталити, молодцы, зашли на B, поставили бомбу. И мы видим, что уже НБК пошел охотиться за своими оппонентами. Еще сейчас раздобудет себе девайс. Ну, правда, его тут же отстрелил. Игрок команды просто это Якиндар. Он в яме играет. Ну, просто сохраняют. И дальше уже нужно будет смотреть на бай. Как ты думаешь, есть ли смысл сейчас форсить в следующем раунде? Ну, учитывая, что это ресет. По сути, есть. Ну, смотри, у Дефа не будет, у Дефа будет полторы, у Айвана будет 1900, ну, практически 1900. У Кинзора будет практически 3. Якиндара будет 3700. Якиндар даст дроху. Надо закупаться. Да, надо покупать. Тем более наличие АВП как раз-таки здесь. АВП, АУ, тут однозначно надо покупать. Ну, знаешь, Сеня все-таки решил подумать. Подумать и поговорить, да. Поговорить. Опять же, мне кажется, что такие решения должны приниматься коллегиально. Никто даже спорить с этим не будет. Командная игра, командное решение и командная закупка. В конечном итоге командное поражение, возможно, либо победа. Ну, тем более просто находится действительно в комфортной ситуации, в которой сделать еще парочку правильных решений, зацепиться за парочку раундов, и ты можешь рассчитывать на победу на карте соперника. А это будет уже действительно успех. Это такой хороший депозит. Депозит на будущее. На победу в Best of 3 и в Сенсацию. Тоже вот интересная ситуация. Отталкиваясь от экономики Виталити, денег у них очень мало. Но, будучи в ситуации 5 в 2, был ли смысл идти и выбивать оружие из рук Pro100? У вас все ужасно с деньгами. Если Pro100 сейчас ресетнут вам экономику, денег у вас не будет. И у вас будет ответный ресет. Это да. Ну, опять же, тут по ощущениям, знаешь, как чувствуют игроки и как они видят вообще. Знаешь, они потрогали вот этот горячий чайник. И дальше не пойдем. Так, у нас выход на лонг. Тим Виталити. Серия гранат. По-моему, много игроков слепых, но все-таки из этих перестрелок выходит просто без шансов. Закрыто. Британия схоронит. Повторный выпад от дефа. Размен. 3 в 0. Вообще, не показалось ли тебе, что это было слишком легко? Ну, вот знаешь, это было похоже на какую-то запланированную контрагрессию. Французы вышли на длину. Ретейк от простого плоды гранаты выглядел, ну, скажем так, интересно. Но то, как это было реализовано, факт. Это беда. Это факт. Остается у нас последний Кензор. Он гуляет на Т-шечке возле Т-шки на Б-планте. Тут его уже караулит Алекс. Вряд ли здесь Кензор дадут засейвить. Это 5 в 0. И вот она уверенность от Виталити. Вот она игра. И тут уже будет немножечко сложнее. Я думаю, что начинается у нас такая длинная-длинная борьба у нас сейчас будет. Ты абсолютно прав. Тот раунд, в котором Сеня взял паузу, в котором решил закупаться, он, по сути, был переломный. Забери его про 100, они ресетуют экономику Виталити. Забери Виталити, вы ресетаете экономику про 100. И французы задержали победу. 12-8 по-прежнему впереди про 100. 4 раунда разделяют коллективы, но сейчас экономически. И, кстати, есть очень даже большая вероятность того, что их будет 2. Но это не точно. 4 раунда, из которых 2 будет оружейных. Ну, возможно, в случае поражения. То есть если 4 там, условно, если Тим Виталити сейчас будут идти к 12-му, то про 100 будут иметь на оружии ровно 2 попытки. Кстати, вот посмотри на деньги. Не факт. Есть вариант, что будет эко, 2к форс, и потом будет закупка. И в случае поражения еще один экономик. Ну, кстати, не исключено. Да, действительно, просто могут оценивать здесь свою экономику таким образом, что им понадобится АВП, а АВП-то у них нет. Нет денег, но есть... Воля к победе. Есть воля к победе. Есть АУК, есть МК. Однозначно решили просто закупаться, не будут форсировать события, скажем так. Хотя вот аккуратно можно было сыграть. Они уже взяли один форс-раунд с деглами. Это было действительно хорошо. И могли бы вот сейчас напрячь экономику, в следующем получить оптимальную закупку со снайперской винтовкой, с комфортным количеством гранат, но эта история не про про 100. Они решили закупиться и остаться практически без гранат в этом раунде. Смысл в этом есть. Интересно, что ранний контакт на центре карты. Апекс уже находится близко к респауну, на котором сейчас про 100 будут делать подсадку. Соло опорник вэплента, полетел смог от Апекса, и в ответ смог также от игрока команды про 100. Слишком легко для Дэна. Так, будет размен от Дэфа. Четко ворвался, забрал Орешка. Ну, так я так понимаю, мы все-таки на Б идем или куда мы идем? Виталити стоит, начинает двигаться. Айван на пленте. Вот здесь у Айвана серьезные проблемы. Должны его забирать. Рпк в полном блайнде делает минус. База Б уходит под контроль команды Виталити. Врыв от Дэфа, но нет Зиву на размене. Зиву на размене. Забирает игрока про 100. 2 в 3. Ждем установки бомбы и решения от про 100. Походу, сейв. Ну, надо сейвить. То есть, я, опять же, не вижу здесь шансов на победу в этом раунде. Есть одна флешечка, но и щипчиков нет. И вот сейчас, кстати, вот куда идет человек на респауне? Что он пытается здесь делать? Ему нельзя здесь делать экзит-фраги. Очевидно, что по той серии раундов, которые взяли Виталити, как бы твой экзит-фраг не принесет никакого... Да, я понимаю, что я вижу сейчас деньги, но они-то тоже считают. Они прекрасно понимают, сколько человек выживало. Это видно на табе. Сколько там денег есть приблизительно, да, в среднем. А у просто-то вариантов нет. И обрати внимание на то еще, что Виталити берут раунды легко. Да, это действительно получается легко и непринужденно. Важный момент. Виталити знали, что у просто не было снайперской винтовки. А ведь если бы деньги были, они бы ее однозначно покупали. И опять-таки же, это дополнительная информация. Удовольствие сохранить два АУГа. Это, конечно, хорошие новости. Но то, что Виталити наступают на пятки просто, это уже действительно тревожный звоночек. А есть ли смысл в таком бае, который сейчас делают просто? Я немножко не могу понять, к чему здесь крокодил. В итоге это Дигл, в итоге Айван с Юспиком. Тут что-то явно идет не так, Юр. Так, а сколько раундов подряд они проиграли? Ну, 3-4 точно. Давай попытаемся... Или 12-6 было? 12-6 было? Количество денег. Ну, по идее, получат, если 12-6, то должны получать по максималке. Это 3-400. Но 3-400 у Дефа будет деньги на закупку. А Иван почему не купил? Снайперская винтовка. А, ну да. А, ну то есть, в принципе, да. В принципе, я понимаю, я понял, да, я понял. То есть, это попытка максимально выдавить какой-то результат до этого раунда? Да, но стоило ли здесь поджимать тэшку Б и, в общем-то, решили... Ну, просто можно было чуть сейфовее сыграть. Ну, да ладно. Здесь мы видим, что Фларич делает два минуса. Есть информация по нему. Венталити пойдут на базу Б, поставят пакет. Ну, а Фларич будет пытаться засейвить свою винтовку. Кстати, вот, знаешь, странно, что вот именно ветераны отправляются в попытки ликвидировать последний девайс на эти перестрелки. НБК и Апекс отъехали без каких-либо шансов. При этом у Фларича даже процента здоровья не забрали на двоих. Ну что? Аликс не успокаивается. Ну, опять-таки же, вот здесь уже Виталити руководствуется своей экономикой. Денег более чем достаточно. Французы понимают, что все хорошо и лучше бы выбить оружие из рук Фларича, а вот потерять свое это не так и страшно. Третий минус для игрока про 100. Аликса забирает при попытке входа в коробку. Да, друзья, мы видим, что это не так много экономического демеджа. То есть это, наверное, хорошо для про 100 только в том случае, если они не собираются выиграть эту игру. И дальше будут брать раунд за раундом. Тогда у Виталити деньги закончатся рано или поздно. Но пока по той игре и по тем вариантам, которые предлагают Виталити своим оппонентам, у про 100 явно игра в обороне не ладится. Как тебе подъем переворота от нашего партнера ES.bet? В свое время наперебулись. 1.25 на победу французов на карте DAS2. 3.75 на победу про 100. И заметь, про 100 по-прежнему впереди. Один раунд преимущества, но коэффициент уже ощутимо просел. Потому что видно, как игра идет. Если человек разбирается в игре, если он следит за ходом игры, то он прекрасно понимает, к чему все сейчас идет. Но и нужна встряска. Нужно как-то сейчас просто постучать себе ушами по щекам. Ну, поделать какие-то упражнения. Сильно должен проехаться по команде, искать ребята. Все же было под контролем, что пошло не так. А что пошло не так, мы прекрасно помним. Тот самый выход на базу B, в котором там была ЦЗшка, там был Скаут, там было 3 АК 47-х. И при этом раунд проиграли подчистую. Это раунд, знаешь, в котором было у Простого максимально value на то, чтобы... Закрыть карту DAS2. Ну, не то, чтобы закрыть, но там просто уже... То есть тогда счет становился 13-6 и ЭКО у французов. Да, у французов. И все, как бы. И просто оба, может быть, даже себя где-то более раскованнее чувствовали уже в той ситуации. А так мы видим, что они сейчас даже не перестреливают своих оппонентов. И знаешь, что самое неприятное в этой ситуации? Даже если простошники цепляются за один раунд, да? Вот представляем оптимальный расхват. Они сейчас выиграют раунд, но при этом теряют несколько игроков. Опять-таки же, отдав следующий, они упираются в ресет. И это уже зеленый свет для Виталити, чтобы забирать второй D-Dust. Агрессия на длине. Четыре игрока про 100 пытались занимать эту позицию. Но французы в этом раунде действуют аккуратно. Они вспомнили то, как их душили про 100. Аккуратно, не торопясь, отдают инициативу сопернику и пытаются разыгрывать свой медленный, но четкий раунд. Так, ну у нас вроде как 4 плюс 1 вообще расположение у про 100. Самый ближний игрок на перетяжке находится сейчас на КТ-респауне. Там их, собственно, два. Этим Виталити... Двое игроков просто там находится. Этим Виталити играет через шорт. Также на машине играет Якиндар. В яме есть игрок команды про 100. Пока все просматривается так, как подготовка выхода на базу А сплитом. Так, бесстрашный НБК под флешку тиммейта пытался проверить, но до прицела снайперской винтовки игрока команды про 100 так и не добрался. А ведь это был бы энтрифраг. Кстати, такое ощущение, что Виталити держит в уме возможный выход на базу Б. Ну, потому что есть люркер под Б, и бомба все еще в центре карты. Кстати, через мидл будет очень интересно смотреться. Особенно учитывая то, что про 100 сейчас играет 4 плюс 1. То есть это... Б-центр это самое уязвимое, наверное, место сейчас у про 100. И если откроется мидл, то откроется путь на Б. И Виталити это понимают, но... Вернее, Виталити это сейчас не понимают, потому что не знают позиции. Но Виталити, к счастью, для про 100 идут на базу А. Ну, вот теперь надо смотреть на качество раскидки и исполнение этого выхода в исполнении... Исполнение-исполнение Виталити. Итак, пока что четко, без проблем, еще Орех забирает дефы. Казалось бы, укрепление Аплента должно сделать хотя бы минус в этой ситуации, но нет. Охрана-отмена. Мы не хотим выигрывать второй даст. Без шансов. Не знаю, это выглядит странно. Это выглядит странно. То, что уже не первый раз мы видим, как Виталити без шансов просто перестрелит. То есть, все, что они делают, абсолютно не встречает никакого сопротивления со стороны про 100. Ну, вот здесь с тобой полностью согласен. Вот та стрельба, которую мы видели, наверное, до счета 12-6, она куда-то растворилась. Вот вся уверенность команды про 100 пропала. Знаешь, может быть даже такая история, что ребята рано поверили в себя. И не то, чтобы, я не хочу сказать слово, расслабились, но они немножко перегорели, знаешь. У них зашкаливает адреналин, они смотрят, а они реально уносят ногами вперед Виталити 12-6. И вот это вот, знаешь, такая, ну, то есть, нету психологии чемпиона. Да, это команда, которая еще не готова, ну, вот, с точки зрения психологии исключительно. Да, вот то, что появляется какая-то, знаешь, как доминация, они не знают, как ее удержать до конца. Да, да, в этом есть резон. Ну, может быть, да, опять же, мы только предполагаем, друзья, просто упускают действительно отличную возможность выйти вперед. Я имею в виду за все последние раунды, пока серия абсолютно в одни ворота. Просто, конечно, взяли раунд в обороне за счет, прежде всего, экономического раунда, да, но тут же Виталити все это дело сломали. Очень четко, кстати, тоже с очень слабой экономикой, напомню, они выходили тогда на Б. И вот теперь уже свое преимущество реализовывают. Итак, сохраненная снайперская винтовка в руках Айвана, крокодил в руках Дефа. Кстати, вот до конца непонятное мне оружие, пока что, которое Деф реализовать так и не сумел. Он неоднократно уже брал, но, по-моему, это пустые потраченные деньги. Итак, проход по длине от французов под дымы постараются пройти, но просто готовят контратаку. Но нет, это разве похоже на контратаку? Это избиение младенца Апик Санбике и еще раз Апик сделают три безответных минусов. Варича также хоронят последний Айван. Но это изикатка какая-то. Посмотри на количество здоровья Виталити. Это был проход на длине и контратака со стороны команды Просток. Ну, как минимум четыре человека там находилось. Вообще, они дэмэджи вообще не нанесли? Не нанесли. Ноль. Ноль. Этот раунд зайдет в историю, войдет. Вот как раунд, в котором самый, знаешь, самый, как это, пацифист. Да, просто замер. Просто замер. Просто замер. В 2012 мы вернулись к истокам. Букмейкер вспомнил те коэффициенты, которые давал на старте карты Dust2. И теперь Просток выглядит абсолютным аутсайтером. Вспомнил и спрашивает, что с лицом ставочники. Да, действительно. Ну, знаешь, единственные, кто не переживает, это те, кто застраховались. Вот с самого начала ребята, которые поставили на Просток, но при этом ставку застраховали, они чувствуют себя максимально комфортно. А когда Просток выигрывали, они вообще были в шоколаде? Да, уж 12-6 был счет, напомню, для Просток, и что-то пошло не так. Абсолютно все. Знаешь, мне кажется, вот в этот момент нам нельзя было хвалить Кинзора. Вот я постоянно чувствую на себе ответственность. Я вот только сказал, какой же Кинзор красавчик, как все хорошо. И вот тот самый выход на Б, там все было идеально. Кинзор под правой стенкой, под левой стенкой для атаки. Второй игрок на планте, ну, просто шикарно. И еще и сразу не проверили. Просто убей. Просто убей в спину. Тут еще можно сказать о том, что М-ка все-таки в упоре не ваншотит. Это тоже есть какая-то доля в этом. Но, тем не менее, действительно, там был потенциал в том раунде у Просток очень и очень высоким. Перед лонгом сейчас стоит Тим Виталити. Мы видим, что у Просток хороший закуп. Это два АВП, два Ауга и М-очка. И, пожалуй, наверное, сейчас настает время Икс. Да, это момент истинный. Если не сейчас, то уже вряд ли когда-то это получится сделать у команды Просток на втором дедасте. Выход на Фарича. Есть первый минус, но сразу же размен от РПК. Да, кстати, позиция очень неоднозначная. В том плане, что тебя сразу же разменяют. Делается выпад на шорт. Ну, тут, кстати, парное решение. Видишь, сыграть вдвоем вот этим вот таким легким пушем. Есть размен. Ну и опять же, вроде как, просто понимать, что это будет проход на А через лонг. Здесь еще и Тим Виталити могут поиграться со временем. Кстати, да, отдали полностью базу Б. Номер 9. Это Айван находится в центре. Ну, а Виталити под раскилечку пытается пройти по длине. И у них это получается. И Киндер, ну, по сути, на этого парня все надежды. Как-то, вот его отрезает позицию снайпера. Так, Киндер может еще Молик кинуть в плен. Нет, тут закрыто. Орех, Камтрит, посадку Кинзора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, все. По-моему, это конечное. Якиндер последний против троих. Выбить такое, ну, я не знаю, это... Если, конечно, Якиндер супергерой, то, возможно, настал тот час, когда он должен проявить свои способности и открыться публично, скажем так. Да, мы можем долго фантазировать, но Якиндер просто уходит. Ну, говорит... Э-э-э-э... Я не знаю. Печаль. Что... Давай так, окей. Давай проанализируем. Что в нашем понимании могут сделать просто... Ну, не глядя на счет, просто вот что поменять в игре? Что бы ты поменял? Чего бы ты добавил? И что, возможно, по твоему мнению, они делают не так, либо наоборот делают так, но нужно там по-другому? Знаешь, Леш, по-моему, ответ очевиден. Вот и ты это видишь, и я это вижу. Да, я думаю, зритель тоже видит. Просто просто не убивают. Не убивают, да. Вот в какой-то момент пропала уверенность, мы не видим стрельбы, мы не видим каких-то фрагов. Ну, не знаю, вот каких-то глобальных таких сумасшедших ошибок они вроде бы не допускают. Нет уверенности в своих действиях. То есть мы обычно говорим о каких-то макро-ошибках, когда ты теряешь из-под контроля там какие-то позиции. Здесь все вроде бы хорошо. Но вот когда идут микро-моменты, когда надо просто убивать, к сожалению, просто этого не делают. Интересный мув, кстати. Айван поджимается в ВП нижнюю тэшку, но опять же, в лучшем случае он сделает минус, его сразу же разменяют. Айван решил отойти. Виталити у нас играет в втором под базой Б, фларич, ну, позитив. Давно у нас не было, по-моему, в entry фрага, вот просто. Я уже даже не вспомню, когда он был. Когда был просто фраг. Когда был просто фраг. Вот последние раунды три, по-моему, все очень туго, с фрагами его просто. Но есть, вот действительно, ты отмечаешь хорошие новости. Забрали Алекса. Британец уже наблюдает за действиями своих тиммейтов. Ну, вот. Ну, Дэн, кстати, знает, по-моему, что есть в яме, да, человек. И он очень легко его убивает. Я бы поспорил здесь с фларичем. Стоило ли открываться? Да. Ну, и Апекс также легко еще забирает второго, потеряв всего-навсего 50 хп. Ну, вот тебе и ответ на твой вопрос. Опять-таки же, та стрельба, о которой мы говорили. Сделали первый фраг. У вас перекрестный огонь на длине. Вы стреляетесь по дому. Но здесь, наверное, уже стратегическая ошибка. Они не ждали. Посмотреть, что делает дальше. Просто Апекс открыл длину. Два минуса. Здесь похолодили шорт. Дождались поджим. И все. Вот это, вот этот раунд, это уже на скилле. То есть это просто... Ну, то есть это даже здесь не было идеи. Ну, вернее, она была, но в том смысле, что им даже не нужно было ее реализовывать. Достаточно было пострелять там. Апекс, мы знаем, это великолепный стрелок. И, в общем-то, в этой игре он это доказывает. Да, мы видим, что и по статистике он хорошо выступает. РПК и Апекс по 21 фрагу. И, собственно, выделяется также ЗИУ24. Ну, и, я не знаю, Айван, да, возможно, у него не идет игра, но суть, опять же, не... Тут игра не про фраги сейчас, это точно. Вернее, она про фраги в том смысле, что просто во второй половине, вот после тех самых событий, которые случились при счете 12-6, команда просто, ну, перестала играть. А о чем это говорит? То, что морально очень плохо подготовлены просто. То есть вот не стрессоустойчивы. Вот если бы так убивал Айван. ЗИУ два минуса на базе Б со снайперской винтовки, забирая третьего на Котровском спауне. В одиночку ЗИУ готов похоронить простого на втором ДДасте. То есть ты понимаешь, Юра, если... Ну, ты знаешь, что это такое. Ты понимаешь, что если снайпер команды идет на Б,